В Британии снова заговорили об угрозе радикального ислама. Журналисты расследуют возможную причастность одного из имамов Манчестера к прошлогоднему теракту, который у нее с жизни 23 человек. Больше расскажет Алексей Пшумовский. Британские журналисты обнаружили видео проповеди имама мечети Дитсбурри в Манчестере, сделанные ровно за полгода до громкого теракта в этом городе. На записи имам Мустафа Граф призывает учеников к джихаду, убийству иноверцев. Известно, что именно в эту мечеть ходил подорвавший себя на Манчестер-арене террорист-смертник Салман Абыди. Джихад во имя Аллаха – это источник гордости и достоинства для этой нации. Мы просим Аллаха даровать победу муджахедам, нашим братьям, которые сейчас сражаются в Алеппо, Сирии и Вираке. Слушал ли Абыди эту проповедь? Неизвестно. Однако 10 дней спустя он купил билет на шоу Арианы Гранде в Манчестере, начав подготовку к теракту. Соорудил самодельную бомбу и подорвал ее на себе 22 мая прошлого года в толпе людей, выходивших с концерта. 23 человека тогда погибли, включая самого террориста. Эта запись, сделанная не где-то в лагере боевиков в далекой пустыне, а в самом центре Манчестера, уже вызвала бурю негодования. Ведущие исламские богословы в Великобритании заявили, что эти слова не что иное, как прямой призыв к убийству, обвинив имама Графа в радикализации Абиди и гибели людей. А ранее пятеро учеников имама, посещавших ту же мечеть, что и Абиди, уже отправились воевать на стороне ИГИЛ в Сирию. Сам же Мустафа Граф от комментариев отказывается. Еще в прошлом году, сразу после теракта, имам заявил, что мечеть не разделяет взгляды и методы террористов. Однако его биография говорит о другом. В 2011-м он сражался на стороне джихадистов в Ливии против режима Каддафи. Изменил ли имам Мустафа Граф свои взгляды, или все эти годы лишь умело скрывал их от британских спецслужб, теперь выяснят правоохранители. Записи его проповедей и дей джихада уже передали в полицию. Из Лондона Алексей Пшимыский, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер.